Большие потери противника несет на Бахмутском направлении, где более 300 дней украинские войска держат оборону. Российские военнослужащие продолжают проводить штурмы, а украинские артиллеристы наносить удары, прикрывая работу пехоты. Как на плацдарме работает британская артиллерийская установка L-119, узнавала наш корреспондент Алена Грамова. Далее эксклюзив. На огневых позициях украинской артиллерии на Бахмутском направлении тишины не бывает. И без дела бойцы здесь не сидят. Чтобы подбить многочисленные попытки штурмов противника, за день британская гаубица делает десятки выстрелов. Работа артиллеристов направлена на прикрытие украинской пехоты, ликвидацию боевой техники противника, а главное – его живой силы. Мы им не даём ни головы поднять, ни сгруппироваться, ни увеличить количество людей на позициях. Мы делаем как будто заграждение, и они не могут собраться и атаковать. В день, честно говоря, от 7 до 20 целей может быть. Удерживать свои позиции и атаковать российские войска на самом горячем направлении в Донецкой области защитникам помогает легенда британской армии гаубица L-119. Лёгкая артиллерийская установка производит до 7 выстрелов в минуту и способна поражать цели на расстоянии до 11 километров. Очень простой прицел и наведение. Ну, несложно. Здесь подъём ствола. Достаточно она простая и лёгкая в наведении. Британская L-119 – это мобильная и довольно лёгкая по своей массе гаубица. Артиллеристы говорят, её установка занимает не более двух минут. Она очень манёвренная, быстрая, легко раскладывается. На 360 градусов есть возможность её вращать. То есть, все тактико-технические характеристики просто универсальны у неё. Тактику ведения боя на Бахмутском плацдарме, говорят бойцы, россияне меняют, пытаясь копировать украинских защитников. Атакуют чаще всего при пасмурной погоде. Они сильно давят, когда плохая погода, потому что наши птички их не видят, и они идут. А так они только вылезли из блиндажей, и мы сразу их накрываем. Забирать с поля боя своих погибших солдат оккупанты не спешат. Такие данные постоянно поступают от украинской аэроразведки. Их двухсотые лежат по три-четыре недели. Раненые – то же самое. Раненые гуляют. На огневых позициях также их не вывозят. На костылях с палочками – их не вывозят. Ежедневно на Бахмутском направлении противник несёт большие потери. Всё это благодаря профессиональной подготовке украинских военных и работе зарубежных боевых установок. Украинские артиллеристы получили новое боевое задание. Есть координаты и готовы бить по целям противника. Армата!